всем привет сегодня проведем краткий обзор 20 самых популярных языков программирования за 2017 год вот ну в целом то есть разные рейтинги есть рейтинге ти оба есть github рейтинги есть еще там какой-то лаборатории не помню название рейтинги они разные и к примеру ти оба рейтинги они ориентируются на количество поисковых запросов в самых популярных поисковиках плюс в ю тубе плюс википедии и т.д. и т.п. вот он ориентируется по этому и он строит рейтинг популярность языкового программирования github свой рейтинг строит по количеству пул запросов то есть тех запросов которые уходят на сервер вот и он анализирует на каком это языке то есть исходный код на каком языке заливался и он строит свой рейтинг вот есть рейтинги которые анализируют сразу несколько факторов и востребованность работодателей там количество там всякого программного обеспечения написанных на конкретных языках и т.д. и т.п. вот я же взял и усреднил то есть я в целом посмотрел по трем табличкам или по моему по четырем уже точно не скажу и составил как бы свой рейтинг то есть он может не совпадать он может не совпадать с гид хабов с кем он может не совпадать но по нумерации он может не совпадать с ти оба но в целом здесь как раз 120 к тех языков которые в принципе есть во всех рейтингах то есть может быть так что к примеру на гид хаби нету там отсутствует двух язык отсутствует два языка а у меня они есть либо же в те оба к примеру может быть отсутствует там один язык но в рейтинге а у меня он есть то все в целом сделал свою подборку я считаю на мой взгляд эти 20 языков самые популярны вот ну и давайте быстренько приступим к разбору всего этого и что же у нас на двадцатом месте на двадцатом месте у нас visual basic замыкаю двадцатку вот visual basic это язык программирования а также интегрированная среда разработки программного обеспечения разрабатываемые корпорации microsoft вот язык visual basic унаследовал дух стиль и отчасти синтаксис своего предка а предок у него был язык basic у которого есть немало диалектов вот и множество готовых компонентов поставляемых вместе со средой якобы призваны помочь программисту сразу же начать разрабатывать я бы с этим поспорил но но сразу же разрабатывать бизнес логику приложения не отвлекая его внимание на написание кода запуска программы подписки на события и других механизмов которые вижу basic реализуют автоматически появился он в 1991 году 19 место 19 место у нас язык ассемблера язык ассемблера это машина ориентированный язык низкого уровня с командами которые не всегда соответствуют командам машины вот этот язык может обеспечить дополнительные возможности вроде макро команд команды язык ассемблера один к одному соответствует командам процессора то есть написание на программ на этом языке мы пишем непосредственно команды для процессора и фактически они и представляют собой удобную для человека символьную форму записи вот при этом одной команде языка ассемблера может соответствовать несколько вариантов команд процессора этот язык появился в 1949 году вот то есть это этот язык непереносимый а вот так как для каждой архитектуры для каждого процессора есть свой набор команд соответственно он конкретно может быть привязан то есть программы написаны на языке ассемблера конкретно могут быть привязаны к конкретной архитектуре конкретному компьютеру 18 место 18 место текс это система компьютерной верстки разработанная в целях создания компьютерной типографии в нее входят средства для секционирования документов для работы с перекрестными ссылками многие считают текс лучшим способом для набора сложных математических формул а вот в частности благодаря этим возможностям текс очень популярен в академических кругах особенно среди математиков и физиков этот язык появился 1978 году далее 17 место 17 место это мат лап то есть мат лап это пакет прикладных программ для решения задач технических то есть для решения технических задач вот и также является одноименным языком программирования который используется в этом пакете вот то есть сам язык если не брать пакет прикладных программ а непосредственный язык является высокоуровневым интерпретируемым языком программирования включающим основанные на матрицах структуры данных широкий спектр функций интегрированную среду разработки объектно-ориентированные возможности и интерфейс к программам написанным на других языках программирования появился этот язык 1984 году и так 16 место 16 место язык скала или скала мульти парадигмальный язык программирования спроектированный кратким и типа безопасным для простого и быстрого создания компонентного программного обеспечения сочетающий возможности функционального и объектно ориентированного программирования язык реализован для платформ java и net по мнению создателя языка программирования груви скала может стать приемником языка java появился этот язык в 2003 году 15 место у нас delphi object паскаль это компилируемый объектно-ориентированный язык программирование произошел от более ранней версии объектно-ориентированной версии паскаль который назывался класс кал вот который был доступен на компьютере apple лиза то есть ранее раньше он очень интенсивно применялся при обучении студентов первых вторых курсов вот появился этот язык в 1986 году так 14 место 14 место это у нас shell shell это командная оболочка unix со встроенным скриптовым языком то есть язык управления заданиями со свойствами универсального языка программирования совмещение свойств языка управления заданиями и универсального языка программирования делает shell во многим схожим как с универсальными алгоритмическими языками так и с наиболее развитыми командными языками вот то есть на этом языке пишется очень много всяких полезных скриптов для операционных систем unix linux unix вот очень удобно это все делать то есть в одном скрипте можно написать так чтобы программа от компилировать запустилась загрузилась куда-то и и т.д. и т.п. сам язык появился в 1978 году 13 место 13 место это у нас swift swift это открытый мульти парадигмальный компилируемый язык программирования общего назначения создан компания apple в первую очередь для разработчиков ios и mac os swift задумывался как более легкий для чтения и устойчивый к ошибкам программиста язык нежели предшествовавший ему objective c swift может использовать возможности objective c что делает возможным использование обеих языков а также языка c в рамках одной программы появился он в 2014 году 12 место у нас язык r язык r это язык программирования для статических статистической обработки данных и работы с график а также свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом в рамках проекта в углу r широко используется как статическое статистическое программное обеспечение для анализа данных и фактически стал стандартом для статистических программ r доступен под лицензии гну gpl то есть свободно распространяемые исходные коды короче распространяется в виде исходных кодов а также от компилированных приложений подряд операционных систем фри без дни solaris и другие дистрибутивы linux unix также microsoft мак ось вот появился этот язык в 1993 году одиннадцатое место 11 место язык гол также известен как гол лэнк это компилируемый многопоточный язык программирования разработанный компанией google язык гол разрабатывался как язык системного программирования для создания высокоэффективных программ работающих на современных распределенных системах и многоядерных процессоров он может рассматриваться как попытка создать замену языком си и си плюс плюс при разработке уделялось особое внимание обеспечению высокоэффективной компиляции появился этот язык в 2009 году десятое место луа луа это скриптовый язык программирования интерпретатор языка является свободно распространяемым с открытым исходными текстами на языке си то есть он написан на языке си по возможностям идеологии и реализации язык ближе всего к джава скрипт однако луа отличается более мощными и гораздо более гибкими конструкциями язык широко используется для создания тиражей руем угол программного обеспечения то есть например на нем написан графический интерфейс adobe lightroom также получил известность как язык программирования уровней и расширение во многих многих играх одна из таких примеру world of warcraft из-за удобства встраивания скорость исполнения кода и легкости обучения то есть очень много игр для написания своих внутриигровых скриптов используют именно этот язык появился он в 1993 году место 9 место 9 перл перл и т.д. это высокоуровневый интерпретируемый динамический язык программирования общего назначения название языка официально расшифровывается как practical extraction and report language то есть практический язык для извлечения данных из составления отчетов основной особенностью языка считают его богатые возможности для работы с текстом в том числе работа с регулярными выражениями встроенными синтаксис перл унаследовал много свойств от языков си авк и скриптовых языков командных оболочек юник появился он в 1987 году восьмое место это у нас объектив си джекте все это компилируем объектно-ориентированный язык программирования используемый корпорации apple построенной на основе языка си и парадигм small talk язык объектив си является над множеством языка си поэтому си код полностью понятен компилятору объектив си появился он этот самый объектив си в 1983 году седьмое место и hp это скриптовый скриптовый язык общего назначения интенсивно применяемый для разработки веб приложений в настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг провайдеров и является одним из лидеров среди языков применяющихся для создания динамических веб-сайтов язык и его интерпретатор разрабатывается что самое интересное группой энтузиастов в рамках проекта с открытым исходным кодом язык появился в 1995 году шестое место python или питон вот это у нас высокоуровневый язык программирования общего назначения ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода синтаксис ядра python минималистичен в то же время стандартная библиотека включает большой объем полезных функций python поддерживает несколько парадигм программирования в том числе структурная объектно-ориентированные функциональные императивно и аспектно ориентированные появился этот язык в 1991 году и вот мы приближаемся к пятерке и на пятом месте си шарп си шарп это у нас объектно ориентированный язык программирования разработан как язык разработки приложений для платформы microsoft нет фреймворк переняв многое от своих предшественников то есть языков c++ delphi модула и small talk си шарп опираясь на практику их использования исключает некоторые модели зарекомендовавшие себя как проблематичные при разработке программных систем появился этот язык в 2000 году четвертое место си плюс плюс это у нас компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения c++ широко используется для разработки программного обеспечения являясь одним из самых популярных языков программирования область его применения включает создание операционных систем разнообразных прикладных программ драйверов устройств приложений для встраиваемых систем высокопроизводительных серверов а также развлекательных приложений по типу видеоигр появился этот язык в 1983 году итак кто же на третьем месте на третьем месте язык си язык си это компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения появился он в 1972 году первоначально был разработан для реализации операционной системы unix но впоследствии был перенесен на множество других платформ согласно дизайну языка его конструкция близко сопоставляются типичным машинным инструкциям благодаря чему он нашел применение в проектах для которых был свойственен язык ассемблера в том числе как в операционных системах так и в различном прикладном программном обеспечении для множества устройств от суперкомпьютеров до встраиваемых систем так второе место джава скрипт джава скрипт это у нас мульти парадигменный язык программирования поддерживает объектно-ориентированный императивный и функциональные стили джава скрипт обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценарию для придания интерактивности веб-страницам появился он в 1995 году ну и возглавляет рейтинг это язык джава язык джава это у нас сильно типизированный объектно-ориентированный язык программирования приложение джава обычно транслируется в специальный байт код поэтому они могут работать на любом любой компьютерной архитектуре с помощью виртуальной джава машины дата официального выпуска является 23 мая 1995 года ну и в частности могу добавить джава стала популярным таким популярным языком еще благодаря на платформе android где приложение в основном где где для написания приложения в основном используется джава вот и вот мы увидели и посмотрели двадцатку самых популярных языков программирования более же детальную информацию по каждому из этих языков с небольшими примерами кода скорее всего это будет hello world вот чтобы вы увидели синтаксис каждого из этого языков call вы можете посмотреть под видео под этим видео будут ссылки на ряд роликов которые в которых мы более подробно и более подробно это я думаю 5-6 минут нам хватит чтобы вкратце глянуть на этот язык где каждый язык применяется и посмотреть синтаксис его на примере маленький на примерах маленьких простых программах поэтому всем спасибо за внимание обязательно подписываемся жмем колокольчик делимся этим видео и не только этим комментируем и до новых встреч всем пока